Стоит красивая осень, золотая осень, и мы хотим поделиться вот этим кадром. Он сделан буквально пару дней назад на территории нашего института, несмотря на то, что мы переживаем с вами тяжелые времена. Настроение достаточно позитивное у всех, и осень нам дарит последние лучи красивого солнца, тепла и надежд на лучшие времена. Итак, уважаемые коллеги, мы с вами говорим о тех новостях, которые произошли в иммуно-онкологии. А новостей действительно немало. Посмотрите, на сегодняшний день зарегистрировано в Российской Федерации достаточно большое количество иммуно-онкологических препаратов, список достаточно велик. Это всем известные пилюмаб, неволумаб, пембролизумаб, отезолизумаб, дурволумаб, авилумаб, пролголимаб. И появились комбинации. Первая и единственная комбинация сочетания иммуно-онкологических препаратов неволумаб и пилюмумаб. Появились теперь комбинации иммуно-онкологических препаратов и таргетных препаратов, мультикиназного действия препаратов. Это отезолизумаб, певруэфениб, кабинетиниб, пембролизумаб с линвотинибом, пембролизумаб с оксетинибом. То есть линейка иммуно-онкологической помощи достаточно велика. И наш путь, конечно, он достаточно непростой в иммуно-онкологии. Мы уже многое достигли, но впереди нас еще многое ожидает, и мы уверены, что благодаря сегодняшним достижениям мы будем наиболее эффективно лечить наших пациентов. Вы знаете, показаний достаточно много сейчас, и для упрощения мы создали вот такую вот таблицу, и всем участникам сегодняшней конференции она будет разослана для удобства пользования. Потому что показаний действительно много, и появляется все новое и новое. Вот, например, пембролизумаб. Он зарегистрирован на сегодняшний день при меланоме, при раке легкого, при ротелиальном раке, при опухоли головы-шеи, раке желудка, лимфомии Ходжкина, раке эндометрия, гепатоцеллюлярной карциномии, рак шейки матки. Показания универсальные для всех злокачественных опухолей – это наличие микросателитной нестабильности. Зарегистрирован пембролизумаб и для мелкоклеточного рака легкого, для почечноклеточного рака. И что знаменательного можно сказать на сегодняшний день, например, при применении пембролизумаба и других препаратов, наши пациенты стали жить, живут долго. И на сегодняшний день есть пятилетняя выживаемость пациентов раком легкого, немелкоклеточным раком легкого. И на сегодняшний день на фоне иммунотерапии она равняется 32%. То же самое можно сказать и про пациентов с опухолью головы и шеи. На сегодняшний день известны уже четырехлетние результаты общей выживаемости пациентов. Уникальные данные получаются для лечения пациентов с микросателитной нестабильностью. Характерное достаточно показание для пембролизумаба. Сейчас это зарегистрировано уже и для других препаратов. Одним из первых препаратов неволумаб был зарегистрирован как иммуноонкологический препарат. Его показания применения этого препарата тоже достаточно разнообразны и широкое применение препаратов. Во-первых, конечно, это меланома, как один из препаратов, обладающий высокой мутационной нагрузкой. Это почечно-клеточный рак, конечно, это рак легкого, в том числе не только немелкоклеточный рак легкого, и мелкоклеточный рак легкого, плоскоклеточный рак головы и шеи, гепатоцеллюлярная карцинома, лимфома Ходжкина, опухоль, рак желудка, колоректальный рак, уротелиальный рак. И сегодня на завтрашней сессии будет выступление, посвященное будущему применению иммуноонкологических препаратов, в том числе и неволумабу, где будет рассказано о тех последних исследованиях, которые доказывают преимущество применения этого препарата при локализациях, которые ранее не использовались. Атезолизумаб. Атезолизумаб зарегистрирована сегодняшний день при ротелиальном раке. Большие показания, достаточно разнообразные. Зарегистрирована при немелкоклеточном раке легкого, при мелкоклеточном раке легкого, при трижды негативном раке молочной железы, гепатоцеллюлярной карциномии, при меланоме в комбинации с другими, с таргетной терапией. И вот это вот показание, оно стало первым таким, не показанием, а такое применение комбинированного использования иммуноонкологического препарата в сочетании с таргетной терапией у пациентов с меланомой, с наличием мутации в гене Бираф в качестве первой линии терапии. Оно было продемонстрировано в этом году и на АСКО, и на ЭСМО. И следует сказать, что в этом исследовании принимали участие российские центры, и наш центр, и центр Блохина. И это исследование показало преимущество использования такого комбинированной терапии, режима, и выигрыш как в безредитивной выживаемости, так и в длительности ответа. Конечно, мы будем ждать уже и других результатов, потому что это сейчас пока еще первые результаты исследования, и нас ждут еще следующие результаты, касающиеся и общей выживаемости, потому что на сегодняшний день, еще раз повторяю, это первичный был анализ. Какие еще препараты на сегодняшний день мы имеем в руках в Российской Федерации? Это дорволумаб при мелкоклеточном раке легкого, авилумаб при карциномии Меркеля, и зарегистрировано впервые в этом году наш российский препарат Пролгалимаб антипеди-1, моноклональное антитело. Зарегистрировано оно на сегодняшний день для лечения больных неоперабельной и метастатической меланомой. Так что, как видите, линейка достаточно большая. Но остановлюсь я еще на таком уникальном применении. Это сочетание иммуно-онкологических препаратов неволумаба и пилюмаба. До недавнего времени буквально несколько было локализаций, когда мы использовали это сочетание. А вот на сегодняшний день, посмотрите, пять показаний. Это меланома, это гипоцеллюлярная карцинома, немелкоклеточный рак легкого, колоректальный рак и почечноклеточный рак. Буквально пару слов о каждой локализации. Почечноклеточный рак. Посмотрите, вот на АСКО было показано преимущество данной комбинации у пациентов с плохим и промежуточным прогнозом в качестве первой линии. И это сочетание показало, что выигрыш как в общей выживаемости, так и в безрезидивной выживаемости, конечно, он однозначен. Но интересно, что, причем, посмотрите, медианное наблюдение, период наблюдения составил 3,5 года. А уже осенью этого года на ЭСМО уже демонстрировались результаты, четырехлетние результаты, также влияние этой локализации и выигрыш, не локализации, а этой комбинации неволумаба с эпилемумабом у пациента раком почки с плохим и промежуточным прогнозом в качестве первой линии. Вот такие вот результаты мы имеем. Выигрыш абсолютно есть. И в общей выживаемости и безрезидивной выживаемости на сегодняшний день это новая опция для лечения данной категории пациентов. Колоректальный рак, микросателлитная нестабильность. На сегодняшний день результаты имеем достаточно впечатляющие. Ответ на терапию достигается почти у 60% пациентов и контроль над заболеванием достаточно длительности, длительные более 12 недель, более чем у 80% пациентов. Если говорить о общей выживаемости и безрезидивной выживаемости, обратите внимание, что в течение двух лет остаются живы 74% пациентов, которые получают сочетанную терапию при медиане наблюдения в 25 месяцев. Меланома кожи. На сегодняшний день ни у кого не возникает сомнений, что, конечно, произошли революционные изменения в лечении этих пациентов, некогда инкурабельных. И мы имеем, задумайтесь, только пятилетние результаты общей выживаемости пациентов. И если пациенты подвергаются комбинированной терапии, то на грани пятилетней выживаемости равняется 52%. Конечно, это беспрецедентные положительные показатели. И что еще позитивно, следует отметить, что наблюдается определенное плато, которое свидетельствует о том, что часть пациентов можно считать излечимыми от такого тяжелого заболевания. И треть пациентов, более трети пациентов остаются без прогрессирования заболевания на фоне комбинированной терапии. Мало того, 74% пациентов, достаточно большая группа пациентов, которые получали комбинированную терапию и пережили пятилетний рубеж, не нуждались в продолжении терапии. И в этом году, я хочу акцентировать это внимание, в августе этого года зарегистрированы новые показания к применению неволумаба с эпилемумабом. Это два показания. Это гепатоцеллюлярный рак, гепатоцеллюлярная карцинома. Комбинация неволумаба с эпилемабом у пациентов, этой категории пациентов, позволяет достичь высокого ответа. Больше 30% отвечает на эту терапию, и ответ достаточно длительный. Медиана ответа длилась почти полтора года. Доктора, которые занимаются этой патологией, знают, насколько это тяжелые пациенты, тяжелый контингент пациентов. И, конечно, продление их жизни и качественной жизни, конечно, это достаточно существенно. Причем, обратите внимание, у 8% пациентов отмечается полный ответ на лечение. И результаты на сегодняшний день известны общей выживаемости. Медиана общей выживаемости составила 22 месяца, почти 23 месяца. И на рубеже 30 месяцев 44% были живы. Причем, как и всегда в иммуноонкологии, следует отметить, что те пациенты, которые отвечают полным ответом или частичным ответом, у них общая выживаемость выше, чем те пациенты, у которых ответа на лечение нет. И здесь вот как раз правый график свидетельствует об этом. Немелкоклеточный рак легкого без драйверных мутаций. Здесь тоже вот эта комбинация в сочетании неволумаба с эпилюмабом, в сочетании с двумя циклами химиотерапии, она является первой и на сегодняшний день единственной комбинацией ингибиторов ПД-1 и антисельтелия-4 для лечения этой категории пациентов, пациентов с немелкоклеточным раком легкого в первой линии. И применение этой комбинации позволяет увеличить общую выживаемость пациентов, 63% пациентов живы через один год. Для этой категории пациентов, конечно, это результаты замечательные. Причем хочу отметить, что применение этой комбинации эффективно для всех гистотипов опухоли, не зависит от принадлежности опухоли к тому или другому классу, работает как при неплоскоклеточном раке и плоскоклеточном типе. То же самое нет разницы от экспрессии наличия ПДЛ-1. То есть пациента можно назначать с любой экспрессией, сочетанной иммунотерапией неволумаб с эпилюмабом. Поэтому на сегодняшний день можем сказать, что, конечно, эта комбинация неволумаб с эпилюмабом – это новый стандарт для лечения пациентов с локализациями такими, как колоректальный рак, с наличием микросателлитной нестабильности для лечения меланомы, для лечения больных раком почки, гепатоцеллюярной карциномы, немелкоклеточным раком легкого. То есть наши возможности, безусловно, они расширяются. И мы надеемся, что мы имеем на сегодняшний день достаточно хорошие результаты. И мы не можем сказать, что золотая рыбка у нас в руках, но, во всяком случае, те результаты, которые мы имеем на сегодняшний день, применяя иммуно-онкологические препараты, они впечатляют. Но впереди нас, наверное, ждут еще и новые достижения, новые результаты. Спасибо большое за внимание. Продолжение следует...